Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. Вначале коротко о главных темах выпуска. Население региона составит 3 миллиона. Автопробег «За здоровый образ жизни» отправится из областной столицы и коллекции нумизматов пополнится новосибирскими мангустами. Автопробег «Создавая здоровое будущее» стартует сегодня в Новосибирске. Его основная цель – пропаганда правильного образа жизни. Представители 23 организаций Региональной ассоциации реабилитационных центров «Содружество» в течение трех дней на 25 машинах пройдут по маршруту Новосибирск-Барнаул-Горный Алтэ. В конечной точке участники проекта проведут два дня. Программам будут включены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, турнир по волейболу, эстафеты, семинары для зависимых и созависимых людей и концерт. Новосибирск-Стат сообщает, уже через 15 лет население региона преодолеет рубеж в 3 миллиона человек. Согласно статистике, в 2031 году в Новосибирской области будут жить 3 миллиона 6 тысяч 600 человек. Основной прирост населения ожидается в городе, а вот сельское население напротив сократится почти на 15%. Еще один естественный процесс – старение населения. Превышение численности пожилых людей над подростками составит 261 тысячу человек. Образование и занятость людей старшего поколения. Сегодня в Новосибирске пройдет мероприятие на эти темы. В ходе работы круглого стола будут рассмотрены методики, опыт преподавания на курсах компьютерных технологий для пожилых людей. Участники обсудят проделанную работу и оценят целесообразность продолжения деятельности в данном направлении. К участию в круглом столе приглашены активисты, работающие с пожилыми людьми, преподаватели, выпускники и слушатели курсов компьютерных технологий, студенты-волонтеры. Горячая пора сейчас не только у сельхозтоваропроизводителей, участников уборочной кампании. Хозяйки тоже готовят запасы на зиму. Екатерина Чиберева поделилась с нашей съемочной группой секретами своего мастерства. Сюжет из Сузунского района. Семь корешков петрушки, два-три стручка горького перца, один килограмм сладкого перца. Все это перекрутить. Этот рецепт хранится у Екатерины Даниловны уже больше десяти лет. Самодельная аджика не идет ни в какое сравнение с магазиной. Да и кетчуп заменят с легкостью. Все приправы, соленье, варенье и даже грибы она заготавливает на зиму своими руками. Так полезнее и вкуснее. Еще вот я хочу всех предупредить, чтобы самое главное, когда настроение солить. Без настроения вообще не надо солить. Вообще. То замутнеют, то еще что-нибудь. Особая гордость в этом году – свежезамороженные грибы, вешенки. В поисках их хозяйка обошла весь лес и не зря. Разнообразие в блюдах обеспечено. И можно просто толчонку сделать и пережаренном виде потрусить, и красивое блюдо будет. От обилия овощей и ягод на огороде Екатерины Даниловны глаза разбегаются. На маленьком участке всего две с половиной сотки неплохо уживаются помидоры и клумба с цветами, огурцы и капуста, картофель и клубника. Есть даже кусты рги. Вот все в огороде, все абсолютно есть. Я никому зачем не ходить. У меня даже, видите, подсолнух один и то есть. По словам хозяйки, все продукты должны быть без химии. Даже чай и тот заваривает необычный. Из малины, брусники и смородины. Зимними вечерами, говорит, нет ничего лучше, чем отведать ароматный чай с домашним вареньем. Светлана Соколова, Александр Зулин, Новости ОТС. Мангусты из Новосибирского зоопарка появились на серебряных долларах. Одна из нумизматических компаний пополнила коллекцию, посвященную Новосибирскому зоопарку, монетами с изображением суриката. Эти животные стали шестыми питомцами Новосибирского зоопарка, которых очеканили на иностранных монетах. До этого нумизматы выпустили коллекцию с львенком, тигренком, лигром, ирбисом и медвежонком-шилкой. В преддверии Дня российского кино пройдет акция «35 миллиметров победе». Большинство картин из программы будут демонстрироваться с пленок этого формата. Сегодня киномеханики приступят к работе с носителями, их проверке и подготовке к показу. Новосибирцы могут стать свидетелями этого процесса и увидеть, как работает пленочный кинопроектор. Подробнее наши корреспонденты расскажут об этом в дневном выпуске новостей. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Желаю вам удачного четверга и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Служба информации телеканала ОТС приветствует вас. В студии Александр Журбин. Начну с главной темы этого выпуска. В Новосибирской области всплеск автоугонов. Голландцы борются за российский цветочный рынок и полицейские готовятся к выборам и дню знаний. В Болотнинском районе началась масштабная реконструкция моста в селе Светлая Поляна. Старая переправа практически ежегодно весной оказывается под водой. Местные жители неделями, пока не уйдет большая вода, оставались без медицинского обслуживания и даже без продуктов питания, поскольку машины не могли проехать. Строительство моста полностью решит эту проблему. Стоимость конструкции оценили в 70 миллионов. Деньги выделяет бюджет области. По нормативам такое сооружение должно строиться в течение года, но сдадут объект уже к ноябрю. Будет 24-метровый мост с железобетонной проезжей частью. Будет современное, отвечающееся всем требованиям нормативных документов, барьерное ограждение с усиленной трубой. Будут опоры из металлических, из шпунта трубного, сварного. Школьников и избирателей берут под особую защиту. К старту нового учебного года более трех тысяч образовательных организаций оборудованы кнопками экстренного вызова, системами видеонаблюдения, программно-аппаратными комплексами. Автоматические пожарные сигнализации установлены в 100% школ и детских садах. 1 сентября усилят меры безопасности и задействуют около полутора тысяч полицейских. А 13 сентября в единый день голосования охрану общественного порядка обеспечат около 4 тысяч сотрудников МВД, частных охранных организаций и представителей общественности. Уже выработан алгоритм взаимодействия избирательных комиссий, глав муниципальных образований и органов внутренних дел. Особое внимание уделяется соблюдению порядка предвыборной агитации, которая должна завершиться за день до начала голосования и обеспечению безопасности в ходе досрочного голосования. В день выборов полицейские будут дежурить на всех избирательных участках Новосибирской области. Сегодня в рамках 15-го съезда работников образования Новосибирской области пройдет конференция молодых педагогов «Будущее школы в смыслах». Учителя обозначат актуальные проблемы с современной системой образования. В открытой дискуссии примут участие представители Ассоциации молодых педагогов региона, образовательных учреждений общественных организаций, а также руководители органов управления образованием муниципальных районов Новосибирской области и директора школ. Всего около 250 человек попытаются выяснить долговременные тренды и на их основе определить будущее учебных заведений. Продолжается организация профильных смен в детских оздоровительных центрах региона. Две из них стартуют завтра. Участниками станут 70 подростков. Так в профильной смене «Сибирские жемчужины» соберутся 50 творчески одаренных детей. Она пройдет по направлениям «Народное эстрадное пение», «Хореографическое искусство». В профильной смене, как слово наше отзовется, будет 20 человек из детских школ искусства и студии художественного слова. В Новосибирской области всплеск автоугонов. В полиции среди возможных причин роста числа преступлений назвали текущую экономическую ситуацию. С начала 2015 года в областной столице было похищено 766 транспортных средств. Это более чем на 100 машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по региону зафиксировано больше тысячи краж. По информации автостата, самой популярной маркой у преступников стала «Тойота». На ее долю приходится более 40%. На втором месте по числу угонов оказались автомобили бренда «Лада». Всплеск интереса зафиксирован к автомобилям марки «Мазда». Их похищали на 77% чаще, чем в прошлом году. В Голландии собираются заменить пестициды, чтобы не потерять российский рынок цветов. Такой вопрос рассмотрит Национальная организация торговли живыми растениями. Напомню, с 10 августа по распоряжению Россельхознадзора все срезанные цветы должны проходить лабораторную экспертизу. В Голландской ассоциации отмечают, что пестициды, которым возникли претензии в России, в Нидерландах вредными не считаются. Их используют против цветочных вредителей. Хоккеисты из Сипсельмаша продолжают подготовку к сезону. Игроки отправились на сборы в Кемерово. Команду ждут тренировки как на земле, так и на большом льду. Участвуют в сборах все игроки основного состава, кроме Евгения Маврина. У хоккеиста небольшое повреждение ноги. Во время тренировок запланировано несколько товарищеских матчей, первый из которых пройдет уже 21 августа. Соперник нашей команды – Кемеровский Кузбасс. Пока это все актуальные новости к этой минуте. Следующий выпуск через полчаса. С ними вас познакомил Александр Журбин. Желаю вам удачного дня и до встречи в эфире. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В начале – коротко о главных темах выпуска. За выброшенный мусор из машины будут штрафовать. Эпидемия гриппа ожидают в сентябре. И пенсионеров региона обучат компьютерной грамотности. Роспотребнадзор предупредил о начале эпидемии гриппа. В этом году специалисты ожидают рост заболеваемости уже в начале сентября. Причина всплеска очевидна – дети после летних каникул возвращаются в дошкольные и образовательные учреждения. Всемирная организация здравоохранения уже рекомендовала на грядущий сезон включить новые штаммы. По прогнозам врачей, с начала нового учебного года в стране будет использовано почти 40 миллионов доз. Вакцину приобретут на средства как из федерального бюджета, так и за счет частного бизнеса. Всероссийская конференция молодых ученых пройдет в Новосибирске. Ее участниками станут около семи десятков студентов, аспирантов, соискателей, кандидатов наук в возрасте до 35 лет. Это уже на протяжении 9 лет единственная за Уралом молодежная научная конференция. Для тех, кто не имеет возможности приехать из отдаленных уголков нашей страны, будет организована интернет-трансляция с возможностью выступить с доклада. По итогам конференции будет издан сборник статей научной младежи. В Думу внесут законопроект о штрафах за выброшенный из машины мусор. Нарушителей предлагается наказывать рублем или привлекать к обязательным работам. Документ уже размещен в электронной базе данных Нижней палаты парламента. Народные избранники считают, что за это нарушение нужно или платить штраф до 10 тысяч рублей, или привлекать виновного к обязательным работам на срок до 40 часов. Также в проекте подробно прописан механизм участия общественности в предоставлении сведений о совершении таких правонарушений. Компьютерную грамотность освоят 20 болотненских ветеранов труда. Специальный класс для обучения пожилых оборудовали на деньги областного гранта. Рассказывает Марина Рофиева. Николай Федорович освоил интернет два года назад. С недавнего времени изучает компьютерные грамоты. Хочет научиться пользоваться электронной почтой. А вообще без интернета, признается Николай Федорович, как без рук. Где-то что-то нужно знать, например, по ремонту в хозяйстве. Не все же знаешь, например, вот как, к примеру, дверь повесить. Или отремонтируют. Или хотя бы, например, покрасить, тоже краску. Ну, интернет открыл, посмотрел, и все ясно. На курсах пенсионеров учат пользоваться электронным почтовым ящиком. У кого есть желание, открывают страницы в соцсетях, регистрируются в скайпе. А хотят переписываться с одноклассниками, хотят общаться со своими родственниками. Например, один из слушателей, мечта его была общаться с племянником из Канады. Все, сейчас он это делает спокойно. Такое обучение абсолютно бесплатно. Совет ветеранов написали грант, получили деньги и организовали курсы. Купили три ноутбука, столы, необходимые для пользования бумагой. Ну, все необходимое для работы с компьютерами. А второе условие договора нашего – обучить не менее 20 человек пенсионеров. Учиться пожилые студенты будут до декабря. В целом, курсы компьютерной грамотности пользуются большим спросом. Как отучится эта группа, наберут новую. Мария Ерофеева, Владимир Полосин, Новости, ОТС. Овощи-гиганты вырастила семья Ткаченко и села Благодатное Карасукского района. Наша съемочная группа побывала в гостях у рекордсменов и посмотрела на чудо-плоды. Скромно по-мужски Виктор показывает свой огород с выходом к озеру. Но привлекают здесь не столько виды, сколько тыквенные плантации. Впечатляют их размеры и сорта. Мы каждый год садим тыкву. Это жена посадила. Я не сажала. Она самилась куда-нибудь. Хозяева говорят, часть урожая уходит на корм. Остальное Лидия Адамовна использует в различные блюда. Муж сыт и она довольна. Спахали огород. Посадила семена. Все поливала. Все так они выросли у нас. А что вы из них готовите? Что-нибудь? Иногда кашу, пирожки. Ну и все. Ну вкусно получается? Вкусно. Каждый год супруги Ткаченко собирают хороший урожай тыквы. Некоторые плоды выходят весом под 50 килограммов. О собственном производстве пока только задумываются. Зоя Рощепко, Сергей Нестеренко. Новости ОТС. К этому часу у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Желаю вам удачного четверга и до встречи на нашем канале. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Служба информации телеканала ОТС приветствует вас. В студии Александр Журбин. Начну с главных тем этого выпуска. Плохих подрядчиков дорог занесут в черный список. Футбольный клуб «Сибиряк» представит новичков. И в регионе растет число заболевших ВИЧ-инфекцией. В России начнут составлять черные списки исполнителей дорожных проектов. Речь пойдет о создании единого реестра исполнителей и учредителей компаний, которые проявили себя как недобросовестные подрядчики. Компании, которые попадут в этот реестр, уже не смогут рассчитывать на участие в новых проектах. Нередкость то, чтобы выиграть конкурс строительной организации, порой берут на себя невыполнимые обязательства. И это сказывается на качестве и сроках строительства дорог. Как считают в правительстве страны, уже к концу 2017 года на электронном портале разместят и полный перечень дорог Российской Федерации, действующих, реконструируемых, строящихся и планируемых постройки. Их паспортов, данные о сроках, заказчике, исполнителе строительства, стоимости, ремонтах и реконструкции, а также статистика по аварийности. Кроме того, на ресурсе планируют создать и раздел для автомобилистов, где они смогут оставить свои комментарии и жалобы. С начала года больше 2000 жителей Новосибирской области заразились ВИЧ-инфекцией. Это только по официальным данным регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДа. Всего в области зарегистрировано больше 27 тысяч заболевших вирусом иммунодефицита. Средний возраст пациентов от 25 до 49 лет. Показатели заболеваемости ВИЧ в Новосибирской области чуть выше, чем в среднем по России. Если раньше до 90% заражений происходили при употреблении наркотиков, то в последние годы 30-40% передаются пуловым путем. При этом среди заболевших растет процент женщин. У него была цель стать лучшим, и он ее достиг. Игорь Подрядчиков, студент Новосибирского колледжа парикмахерского искусства, стал призером международного чемпионата WorldSkills, который прошел в бразильском городе Сан-Паулу. О том, как мировую знаменитость встречали после победы в родном колледже, расскажут мои коллеги. Цветы, подарки, фейерверк из воздушных шаров – это все для него, теперь же лучшего студента колледжа – Игоря Подрядчикова. Его победу здесь верили все. Он горит в этой профессии. И это было сразу видно в нем, это было сразу видно в его взгляде, в его поведении, в его желании трудиться, работать. Он оставался после занятий, занимался дополнительно. Сейчас в колледже вспоминают, как все начиналось, как будущий аст парикмахерского искусства скрупулезно постигал лозы, как пытался создать, привнести что-то новое в профессию. Своими наработками он всегда охотно делился с сокурсниками. Игорь принял участие в моей судьбе. В июне я участвовала в Всероссийской олимпиаде и заняла третье место. В Улан-Удэ участвовала. Игорь мне хорошо, сильно прям помог. Уверенность в себе, свое мастерство пришло не сразу. Сегодня Игорь вспоминает свой первый конкурс. Смущение не скрывает. Я сделал ужаснейшую прическу. Мне кажется, я все залил лаком. Мне казалось, я ничего делать не могу, но я не опустил руки. Я продолжал тренироваться. Всех конкурсов, в которых принял участие юноша за последние три года, и не пересчитать. В Сан-Паулу он приехал подтвердить свое мастерство профессионала. Говорит, было нелегко за четыре конкурсных дня создать восемь причесок. И все разные. Мужские и женские укладки, они очень отличаются. Надо настраивать свои мышцы. Я приходил в хостел, в отель, и начинал тренироваться каждый вечер. Понимал, что устал, но понимал, что надо. Когда назвали мою фамилию, я закричал очень громко. Я обрадовался. Теперь испытания, переживания и усталость позади. Руки мастера отдыха не признают. И даже между интервью продолжает творить чудеса. Вот прическа за пять минут, которую девушка может носить каждый день. И быть красивой. У мастера были очень ласковые и нежные руки. И мне было его прикосновение очень приятное. Первый раз такого мастера. У Игоря большие планы на будущее. Продолжать учиться, быть в центре модных событий и трендов. Ведь, как известно, в мире гламура все течет и очень быстро меняется. Галина Распопина, Артем Валевич, Новости ОТС. Сегодня мини-футбольный клуб «Сибиряк» проведет открытую тренировку для прессы. Журналистам представят новичков команды. Это одно из последних контрольных занятий перед стартом нового сезона в Суперлиге. Напомню, уже в воскресенье наш клуб примет на своей площадке новую генерацию Сыктывкара. Сегодня тренерский штаб озвучит задачи на предстоящий сезон и ответит на вопросы журналистов. Наша съемочная группа тоже побывает на этой тренировке. Подробности подготовки «Сибиряка» к дебютному матчу вы узнаете в следующих выпусках новостей на канале ОТС. С наиболее интересными событиями этого утра вас познакомил Александр Жорбин. Желаю вам удачного продолжения дня и оставайтесь и далее на телеканале ОТС.